здравствуйте дорогие друзья меня зовут ирина и я рада вас приветствовать на своем канале в этом своем видео я хочу вам показать свои продвижения за последний месяц апрель 2023 года вначале по традиции полюбуемся на вот эти вот прекрасные тюльпаны это я срезала в своем цветнике такая красота у меня расцвела правда такая погода у нас состоит немного дождливая но дожди сменяются солнечными деньками теплыми деньками ну вот во время перерывов когда идет дождик мне удается повышевать между своими садово-огородными делами и вот я кое-что навышивала за этот месяц и давайте покажу вам уберу в стороночку вот эти вот чудесные тюльпанчики чтобы они нам не мешали и начну показывать вот первый процесс который я вышивала это вот такие фазаны это набор от китайской компании называется роз 3 вышиваю на 14 каунте как было вложено в набор вот такая канва мне не видно хорошо в кадр вмещается она не вмещается но мне самое главное что было видно что вот я наверху вышивала вот этот вот бордюр не полностью он был у меня отшит даже в прошлом видео как то я показывала не заметила что у меня был отрезан этот бордюр не входил в кадр ну вот эти вот цветочки голубенькие не были отшиты вот здесь в серединке тоже закончила я вышивать эти цветочки голубые и приступила к этому фазану это уже третий по счету фазан такое оперение у него рябое длинный хвостик такой симпатичный и что хотела еще сказать вот когда я вышивала вот начала отсюда вышивать снизу его хвостик дошла где-то вот до этой части и что-то у меня по клеточкам смотрю какая-то несостыковка происходит начала перепроверять туда-сюда туда-сюда оказалось у меня размечено неправильно все клеточки по 10 все вот эти вот полоски клеточки по 10 клеточек а вот здесь у меня сдвиг на одну клеточку посчитала 11 клеточек и получилось так что вот это вот у меня на верхняя часть рамки сдвинулась на одну клеточку вверх но я когда вышивала вот здесь этот эти верхние углы я уже ориентировалась от этой разметки все правильное поднялась наверх и уже вот этот бордюр вышивала все хорошо но вот в этой части получилось на одну клеточку у меня вот здесь больше ну вот и не стало ничего здесь изменять дальше продолжила вышивать этого фазана уже ориентируясь не по клеточкам а уже от вышитой области и потихоньку потихоньку двигалась вверх и осталась потом у меня голова я уже голову до вышивала к туловищу ну так он должен получиться на одну клеточку чуть выше его голова ну и здесь получилось вот эти вот квадратики значит не чисто ровный квадратик на одну клеточку больше в высоту поэтому вот и здесь тогда вот когда я начала вышивать в самом самом начале без разметки еще видно тогда еще здесь ошибка у меня была но я когда буду вышивать последнего фазанчика может быть перекрою здесь пару крестиков и не знаю или внизу или вверху и такое смещение на одну клеточку вниз у меня пойдет этих фазанов ничего страшного в глаза не бросается я сама еле-еле с трудом поняла что же тут у меня происходит и где ошибка произошла ну так как вот размечала таким карандашом маркировочным это у меня уже остаточки были и он самый исчезающий этот во первых а во вторых уже я сильно не надавливала на него чтобы боялась чтобы не сломать там совсем тоненький такой был карандаш как грызочек настоящий и вот эти линии едва различимы поэтому вот так такая ошибка у меня произошла и такое смещение еще раз повторюсь ничего страшного все равно красиво получается мне нравится ну вот так вот еще посмотрим внизу какой бордюр вот такие фазаны осталось мне вышить вот эту вот область за фазаном растительность и все буду приступать к последнему фазану а нет я как я решила еще вышью с этой стороны наверное бордюр вот здесь полностью вышлю последнего фазана четвертого а потом уже и с этой стороны с четвертой стороны с правой уже закончу таким образом вышивать а вот еще здесь хочу показать вам вот купила такой магнитик еще поняла девочки что вот из всех аксессуаров что мы вышивальщицы пользуемся вот мне больше всего нравятся магнитики к ножничкам я так равнодушно там к разным маячкам и всему там подобному ко всем этим украшательствам ну а вот магнитики я поняла что мне очень удобно вот сюда прикреплять иголочку вот такой миленький маленький магнитик заказывала на вас берез ну вот еще заодно как раз посмотрим вот этого фазанчика 3 вот такой красавчик у меня получился и все пожалуй по этой работе по этому процессу буду продолжать дальше вышиваю с огромным удовольствием как и все свои процессы вот следующую работу вот эту вот я брала это я начала этот процесс в марте повышивала один раз ну как за один подход вам показывала свои продвижения и сейчас продолжила вышивать ну давайте сначала напомню что это набор от новой слободы здесь 31 цвет и ниточек аврора размер готовой работы должен получиться 28 на 56 сантиметров ну такой вот в виде панельки должен получиться ну красивый как раз в то время у нас цвели нарциссы и я начала этот набор как раз вовремя и вот продолжила вышивать и как раз еще у нас цвели нарциссы в это время ну вот так вот по моему все вписывается в кадр ну вот такая тонированная основа здесь сеточку я проложила розовой ниточкой обыкновенной катушечной клеточки себе наметила ну так как здесь не стала размечать никакими маркерами никакими карандашами а вот так по старинке как я раньше размечала все свои процессы как мне еще раньше мама показала на такой конве которая пришивалась сверху ткани основы ну вот так вот я привыкла и дальше таким образом я размечала все свои работы поэтому все работы у меня хорошо вышиты не использовала ни простые карандаши ни авторучки ничего но вот этот вот метод уберег меня от ошибок которые допускают вышивальщицы в начале своего вышивального пути ну вот так же пользуюсь этим способом на темной основе если там черная или темно-синяя канва вышиваю что-либо и вот здесь тоже решила таким образом разметить прошлый раз я вам не сказала но вот сейчас говорю вот закончила я почти что вышивать этот нарцисс сфотографировала эту работу вставочку наверное закреплю вы можете увидеть буду вставлять свои выводить на экран эти свои фотографии вы можете увидеть на каком этапе у меня находилась работа раньше и как она выглядит сейчас вот давайте поближе преподнесу покажу вот как у меня получается ну вот такой чудесный цветок нарцисс чуть-чуть осталось мне его довышивать и дальше наверное продолжу вышивать листики которые внизу здесь этого цветка расположены начало от середины вот середина где-то здесь вот эти вот черные полоски в месте пересечения вот этого вот центра работы начала от центра и продолжила вышивать этот нарцисс и так дальше пойду вышивать уже вот эти вот листочки нарциссов когда отожью их наверное полностью или частично не знаю короче хочется мне повышивать пока вот эти вот листочки а затем уже поднимусь вверх и вот этот нарцисс буду вышивать пока что вот на май месяц планирую тоже немножко повышивать эту работу а дальше в июне летом не знаю посмотрю буду я его продолжать или отложу на время но пока что хочется вышивать и буду таким образом продолжать его вышивать ну что еще сказать все работа мне нравится крестики ложатся ровненько аккуратненько ниточки нигде не путаются хорошее у меня впечатление и о самом наборе и о ниточках впервые вышиваю от этой фирмы производителя пока что все мне нравится никаких замечаний особо нет ну вот и все пожалуй тоже по этому процессу и дальше что же хочу вам показать продолжила я вышивать вот эту свою работу это набор тишина называется от компании ст разработана это этот сюжет по картине Олега Потаса или Потаса не знаю напоминаю девочки что размер вышивки должен получиться вот так где же размер количество цветов 120 по горизонтали 342 по крестикам и по вертикали 450 чистых 76 и смешанных 44 цвета но вышиваю на 18 конве конве аиде и в крестиках у меня работа это вышивается размер в сантиметрах я еще не измеряла сколько там должно получиться ну вот вышивала я пятый лист начала с верхнего левого угла на прошлый раз было отшито 4 у меня листа если посмотреть на разбивку по листам то вот этот вот четвертый лист у меня был вышит а вышивала я пятый вот так вот приподнесу поближе пятый лист как он выглядит здесь на разбивке и вот что же у меня получилось здесь также в нижней части этого листа небо и наверху зелень продолжаются вышиваться эти кроны деревьев ну здесь в пятом листе тоже вот в нижних веточках и листочках более светлые оттенки а здесь уже более темные и я смотрю вот на саму превью вот сюда эта картинка плохо видно и вот на разбивку по листам тоже здесь можно увидеть что здесь вновь пойдут уже на шестом листе и на седьмом и на узеньком восьмом вот такие вот более темная зелень вот в центральной части она немножечко высветлена как будто от солнечных лучей от неба вот это вот свет падает так очень получается натурально выглядит это все красиво замечательно получается ну вот давайте вот так вот еще поближе преподнесу посмотрим вблизи такая красота но прошлый раз я вам рассказывала что хотела изменить тактику вышивания вышивать там напополам разбить вот этот лист начала я вышивать таким образом повышивала повышивала наверное дня 4 и тоже мне не понравилось вернулась я к прежней своей вот этой системе как я начала вышивать полностью весь лист начиная от меньшего количества крестиков к большему вот смотрю на листе каких там мало цветов каких-то символов вот я их и вышиваю постепенно прибавляю уже я знаю что какие символы больше всего встречаются их я уже оставляю напоследок ну бывает кое-где пропускаются какие-то одиночные крестики но я потом вновь их нахожу и вышиваю вот сейчас смотрю вот здесь по-моему у меня не отшит где-то один крестик или через очки мне плохо видно но я потом через лупу гляну что-то сейчас тоже обратила внимание по-моему пустой здесь один крестик ну ничего все исправимо работа мне нравится как получается вышиваю с огромным удовольствием ну конечно не так быстро как хотелось бы она вышивается так как здесь определенный уровень сложностей и я уже заранее настроилась когда приступала к этому процессу я знала понимала что меня ожидает и была готова ко всему если честно то я думала еще сложнее она будет вышиваться у меня ну так вышивается хорошо главное пока у меня еще желание не остыло и продолжаю вышивать в мае месяце тоже постараюсь вышить уже шестой лист и останется мне на июнь седьмой может быть и восьмой прихвачу посмотрю ну восьмой узенький этот такая полосочка ну вот такая красота у меня получается и вот и все пока по этому процессу по этому набору дальше я вышивала вот этот свой основной процесс это по набору лукас вышиваю натюрморт такой здесь напоминаю что так третий уровень сложности 60 оттенков мулины канва свайгард ниточки анкор 18 канва основа и давайте посмотрим что же тут у меня навышивалось вышиваю на раме эту свою работу и вот вывожу на экран на каком этапе у меня находилась эта работа сделала скрин с прошлого своего видео забыла сфотографировать ну вот можете посмотреть на каком этапе она у меня находилась и вот как сейчас выглядит эта работа ну вот что я тут вышивала в основном продолжила вышивать вот этот листик здесь вот фон в основном вот чуть-чуть у меня было так как-то вышито полностью прошла вот самыми темными оттеночками до конца и начиная от самого темного к более светлому вот так вот я здесь довышивала и уже начала вышивать вот этот вот цвет шоколадный тоже я им закончила вышивать а вот этот вот какой-то темно-болотного цвета уже начало этот цвет начиная от крыльев бабочек вот здесь вышивать и дальше он продолжится вышиваться вот здесь бабочку вышила тоже хорошо идет эта работа вообще она у меня уже после вышитого винограда вот здесь она у меня просто полетела вышивается очень быстро легко вот этот вот верхний участок и осталось мне приблизительно я так вот на глазок посчитала пять тысяч крестиков чуть больше чуть меньше не знаю ну приблизительно пять тысяч будем считать остается если хорошо постараться по тысяче вышивать то за пять дней можно и отшить ну а так может за неделю может дней за десять с моими сейчас огородными делами ну не знаю хочу продолжить тоже эту работу не знаю тоже думала может может ее отложить до осени пока персики поспеют или хотя бы сливы или смородина чтобы как-то вот совпал сезон ну не знаю пока вышивала мне не хотелось ее откладывать так что не буду девочки загадывать вот на сегодняшний момент хочу ее продолжать а вот как месяц май покажет как будет мое настроение не знаю не знаю может продолжу ну короче пишите девочки если хотите чтобы я ее закончила то я конечно же мне она очень нравится сама хочется ее закончить вышивать но не знаю хотелось подловить такой момент я могу отложить спокойно работу ну могу и продолжить ну вот такие мои небольшие продвижения или большие не знаю ну вышивала я вышивала сколько она вышивалась все мое и дальше хочу вам показать свой старт вот такой вот начала я наконец-то розы ренуара вообще не планировала вышивать не планировала вообще но давным-давно этот набор у меня в душе с тех пор как я его купила еще в прошлом году и все время он был у меня в памяти все время хотелось мне его начать но вечно этот внутренний тормоз меня останавливал что надо как-то вот продолжать свои начатые работы вышивать надо что-либо закончить и потом уже начинать и как-то ну не привыкла я вообще-то когда начала вести свой канал я была однопроцессницей начала уже свои остальные процессы в то время когда начала вести свой канал это еще два года назад и вот таким образом я вышивала но все равно как-то у меня работы прибавлялись и вот на данный момент я посмотрела у меня вот это уже получается одиннадцатый процесс ой не думала я не гадала что так будет но оказывается с одной стороны хорошо что вот они чередуются не надоедают мне успеваю за это время соскучиться за каким-либо процессом ну вот что хотела сказать думаю ну что я себя сдерживаю ну зачем я себя сдерживаю ну вот если хочется вот еще посмотрела видео на канале Насте канал ее называется мир сквозь пяльцы Анастасия Гаак тоже Настя начала так неожиданно этот процесс и я думаю ну зачем же им не сдерживаться ну сколько же можно мы живем один раз в жизни девочки и мальчики но так постоянно себя сдерживать ну кто нас контролирует мы сами контролируем себя так что вот я немножечко пересмотрела свое отношение к стартам и не знаю может быть еще продолжу вышивать если уж совсем такой вот не терпешь что уже хочу не могу себя сдерживать никакими ниточками внутренними ну тогда буду начинать а так вот пока на май месяц никаких планов у меня нет ничего начинать вот то что начала нарциссы вот эти розы ренуара ну вот давайте покажу что же тут у меня навышивалось а то рассказываю рассказываю показываю одну картинку давайте покажу вам давайте наверное вот ну давайте уж сразу вот что тут у меня навышивалось входит ли все в кадр вот начала вышивать с верхнего левого угла как-то я обратила внимание что пейзажи я начинаю с нижнего левого угла а вот натюрморт из с верхнего хотя нет вот чудесные иглы розы фуксии тоже снизу салфетку начала и вазу ну не знаю этот процесс я рассмотрела рассмотрела вот на превью еще раз возвращаю его мне показалось что это наиболее такой вот легкий участок и как-то вот логичнее с него начать вот мне здесь показалось будет как-то больший такой вот разброс небольшие здесь участки а здесь прям большие такие крупные цветовые пятна вот я вышла тремя оттенками двумя оттенками шерстяными ниточками и один оттеночек вот этот вот темно-бирюзовый это вот цвет мулине в три ниточки ну вот такая здесь техника присутствует вот показываю схему здесь написано что вот это вот символы в ключе это вот во сколько нитей вот вот это вот значок B и C блендов здесь несколько оттенков и чистых цветов в одну нить в две нити и в три нити вышивается этот процесс ну схема немножечко мелковатая вот переподнесу немножечко поближе посмотрим ну значки очень хорошо отчетливо видны если вот так вот настроиться присмотреться начинать вышивать то хорошо работа идет легко быстро все мне понравилось вот такие вот оттенки ниточек здесь давайте покажу вам разложу такую красоту полюбуемся с вами многие уже вышили многие вышивают ну а я вот только только начала и вот такая красота у меня ну вот на вот этой планшетке посмотрите здесь вот этот болотный оттенок зеленый его вот раз два три четыре пять и шесть намоточек ну вот на одной намоточке я уже почти полностью ее закончила вот тут остался небольшой кусочек я сюда его намотала ну вот так вот вышивается казалось бы много-много а ниточки используются и вот почти полностью этот вся намоточка у меня вышилась ну такая красота ой прямо аж дух захватывает хотелось еще продолжить но вот это у меня навышивалось по-моему за три дня работа полетела прям с огромным удовольствием вышивала и хочется еще ее немножечко продолжить и в мае месяце повышевать вот что еще хотела сказать а еще так размер готовой работы должен получиться 40 на 48 сантиметров ну вот сколько оттенков так канва аида 14 нитки мулины анкор 17 цветов и шерсть 13 цветов акрил вот почитала вот такие мои хотела сказать продвижение вот такой мой старт вот этот вот пакетик оставила с упаковщицей тут ну я думаю ниточек всех должно хватить ну на всяких случаев мало ли что ну дальше я продолжила вышивать вот этот свой кораблик набор от чаривной мыти в родную гавань называется этот сюжет 25 на 38 с половиной сантиметров должна получиться работа вышивается на 16 конве аида конва свайгард ниточки модейра и так давайте посмотрим что же у меня здесь навышивалась так входит ли она у меня в кадр так вроде бы вошла вывожу на экран что у меня было отшито по этой работе можете посмотреть сколько у меня было вышито и вот на данный момент сколько мне удалось навышивать ну продолжила я вот эти вот паруса вышивать кремовыми оттенками светло-бежевыми ну вот так вот полностью беру один цвет и зашиваю им полностью где все эти паруса сразу же заканчиваю на всех парусах и взяла уже еще один сначала вышивала чуть более светлым потом взяла чуть более темные но вот я им еще не полностью вышила вот эти вот верхние паруса осталось мне довышивать этот оттенок и буду брать очередной цвет и продолжать вышивать эту работу далее вот тут вот закрепила иголочку чтобы уже знать в каком участке у меня тут продолжение идет ну не знаю после съемок видео наверное продолжу я этот кораблик вышивать чтобы уже отшить хотя бы какой-то цвет или два три цвета не знаю как там будут участки ну несколько денечков еще повышиваю а потом буду менять вот такие мои продвижения вот такие процессы вышивается с огромным удовольствием этот набор сюжет мне нравится ну здесь уже поверх этих парусов будет я думаю накладная нить здесь окантовочные стежки но его здесь много и вот когда я бывает вышиваю некоторые символы очень плохо видны через эти окантовочные стежки через эту разметку так как она прямо сверху цветной схемы вот вот если было отдельно этот вот бэкстич на отдельном листе было бы удобнее но так я вот беру лупу если где-то не не различаю и присматриваюсь и вышиваю ну пока что нормально хорошо все получается нравится мне результат и буду продолжать вышивать ну дальше вот что девочки хотела вам сказать возвращаю эти тюльпанчики в кадр что хотела не знаю говорить не говорить вообще-то это семейные наши дела но так получается что еле я настроила себя снимать это видео и сейчас вот чуть-чуть отвлеклась вроде бы и нормальный голос у меня был а вот в данный момент опять вспоминаю ситуацию и опять слезы наворачиваются на глаза девочки кто давно на моем канале тот знает что моя дочь одна находится в судане она живет с детками пятеро внуков и сами знаете кто следит за обстановкой за ситуацией которая происходит сейчас в судане тот знает что сейчас происходит поэтому я сейчас так можно сказать вся в таком вот нервном напряжении в ожидании не знаю что дальше будет не буду загадывать поэтому что хочу сказать если вдруг я на какое-то время пропаду то знайте что тут такая ситуация что мне не до видео может быть не до съемок хоть бы еще время было на вышивку ну вот чтобы вы знали если вдруг я пропаду на какое-то время то имейте в виду хотя я буду стараться снимать показывать что-то хотя бы что-нибудь но я постараюсь дать себе весточку так что не обессудьте простите если что то тоже некоторые мне писали что такие нудные видео ну сами девочки войдите в положение что у всех разные ситуации бывают не всегда с таким задорным веселым настроением мы снимаем хотя стараемся вот этот вот еще момент надо учитывать что не всегда бывает хорошее задорное настроение веселое но я стараюсь по крайней мере здесь не плакаться вам ничего не говорить но вот это такая ситуация что я могу вот исчезнуть еще раз повторяюсь ну не буду затягивать хочу пожелать вам всего всего хорошего солнечных денечков отдыхайте грейтесь на солнышке вышивайте творите красоту и самое главное хочу пожелать всем всем мирного неба над головой здоровья а остальное все приложится до свидания до новых встреч пока пока до новых встреч нет Продолжение следует...